Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Хончи А6-5. На видеоавтомобиль в комплектации Comfort. С бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 20-дюймовые, шинами размерностью 255 на 45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. В оформлении интерьера использовано два цвета. Черный и красный. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная из перфорированной кожи и алькантары. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов. Передние противотуманные фары светодиодные. В переднем бампере расположен парктроник. Спереди находится камера переднего вида. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля производитель не указывает. Задние фонари светодиодные. С динамическими указателями поворотов. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. В этом положении джойстика включается электрообогрев боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Кнопка включения электрообогрева руля. Автомобиль оснащен проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, индикацию системы мониторинга давления в шинах и индикацию мультимедийной системы. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью дополнительного подрулевого переключателя, расположенного слева от руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В автомобиле установлена премиальная акустическая система Bose с 12 динамиками. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает коммуникацию со смартфоном. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Регулировка яркости панели приборов. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с несколькими режимами работы и с возможностью выбора цвета и яркости. Автомобиль оснащен системой напоминания о превышении заданной скорости. Автомобиль оснащен системой мониторинга пространства спереди. Автомобиль оснащен системой автоматического экстренного торможения. Водитель может выбрать необходимую информацию для отображения на проекционном дисплее. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка SYNC синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Над водительской дверью предусмотрен очечник. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрены два USB разъема. В основании передней панели предусмотрены подстаканники и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Кнопка отключения системы старт-стоп. Кнопка отключения системы стабилизации. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Предусмотрены четыре камеры. Спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Передние кресла оснащены вентиляцией. Вентиляция трехрежимная. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами эко, комфорт, спорт и оффроуд. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем предусмотрены выдвижные подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Для пассажиров предусмотрены два USB разъема и розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. Задние сидения оснащены однорежимным подогревом. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника производитель не указывает. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол ворсом. В оснащении багажника предусмотрены сетчатые карманы, освещение и розетка на 12 вольт. Под полом в багажнике предусмотрен органайзер. На нижнем уровне расположено запасное колесо. Для сложения спинки необходимо потянуть за фиксатор. Задние сидения складываются в соотношении 60 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. Объем багажника при сложенных сидениях производитель не указывает. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 64 литра. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра, с отдачей 215 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Хон Чи А6-5 в комплектации Comfort. С бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках Дирижский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!